2004 год. Космический зонд Кассини приближается к опоясанной кольцами планете Сатурн и ее 56 лунам. Он открывает здесь нечто невероятное. Условия, в которых может существовать жизнь. И если такие условия могут существовать так близко от нас, что мы могли бы найти в соседней галактике, на планете в точности похожей на Землю? Таинственный космос. Инопланетная сафари. Многие тысячелетия люди смотрели на небо и гадали, одни мы во Вселенной или нет? Сегодня мы ближе, чем когда-либо к ответу на этот вопрос. Некоторые ученые считают, что мы впервые увидим наших инопланетных сородичей в ближайшем будущем. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшие 10 лет. И я готова, если это случится на следующей неделе. Чем быстрее, тем лучше. Кроме того, возможно, мы обнаружим инопланетян не на далеких планетах, в неисследованных галактиках, а рядом с нами, в Солнечной системе. Сейчас ученые ищут доказательства того, что инопланетяне существуют и живут на самых опасных планетах. Во время нашего сафари мы посетим 7 пунктов назначения в нашей Солнечной системе, чтобы понять, где могли бы жить эти существа и как они могли бы выглядеть. В этих экзотических местах невообразимо суровые условия. Жизнь, какой мы ее представляем, погибнет там моментально. Но инопланетная жизнь может оказаться гораздо более сильной, чем мы себе представляем. И доказательством этому служит группа организмов прямо здесь, на Земле. Всего несколько десятилетий назад мы были уверены, что наша планета уникальна. Пока это единственная известная нам планета, на которой в процессе эволюции возникли миллионы видов. Благодаря изобилию солнечного света, теплой воде и защите атмосферы. Мы пришли к логическому выводу, что для жизни необходимы все эти факторы. Этот вывод исключал наличие жизни на всех известных планетах Солнечной системы. Но потом биологи начали исследование в самых темных и холодных уголках Земли. И к своему удивлению, они обнаружили живых, дышащих существ. Биологи называют такие организмы экстремофилами. Некоторые обходятся без света или кислорода. Другие могут выжить при огромном атмосферном давлении. Кажется, жизнь можно встретить практически везде. Например, в Антарктике. После многих лет исследований этой безжизненной замерзшей местности, ученые сомневались, что найдут что-либо живое. Но в 1999 году группа исследователей извлекла из-под двухметрового слоя льда камень. Они были потрясены своей находкой. Когда они раскололи камень, они обнаружили, что он кишит крохотными существами. Здесь, при температуре 56 градусов ниже нуля, под двухметровым слоем льда, жизнь сумела отвоевать себе место. Биологи все чаще находят формы жизни. Конечно, не кенгуру, а более простые организмы, которые живут при очень низких и очень высоких температурах, очень большом давлении, даже там, где есть что-то вроде повышенной радиации. Оказывается, жизнь может существовать в гораздо более широком диапазоне сред обитания на нашей планете, чем мы привыкли думать. И если жизнь может существовать в экстремальных условиях не только здесь, дома, но и где-то в другом месте Солнечной системы, представьте, что это может означать. Если только в нашей Солнечной системе или на нашей планете нет чего-то сверхъестественного, то жизнь должна быть самым обычным явлением, а значит, должно существовать большее количество миров, населенных жизнью. А в некоторых из них могла зародиться и разумная жизнь. Вначале все мы были экстремофилами. Наша Земля была такой же беспощадной планетой, как и другие. В первый миллиард лет существования Земли космические обломки безжалостно обстреливали ее поверхность. Столкновения превратили ее поверхность в кипящий раскаленный ад, в котором жизнь была невозможна. Но после того, как Солнечная система успокоилась, и Земля стала остывать, появилась вода. И это сделало возможным появление жизни. В 1953 году исследователь Стэнли Миллер при помощи лабораторного эксперимента доказал, насколько легко могла зародиться жизнь на Земле. Он смешал воду с водородом, метаном и аммиаком, компонентами земной атмосферы ранних лет. Затем он пропустил через этот раствор электрический разряд, который имитировал молнию. Результаты его эксперимента потрясли мир. Миллер получил органические молекулы под названием аминокислоты. Это белковые структурные элементы всех живых организмов. Если молния помогла жизни появиться на Земле, возможно, то же самое произошло и на других планетах. Галактические зонды обнаружили компоненты из эксперимента Миллера по всей Солнечной системе, включая наиболее важный для появления жизни. Одно из условий, необходимых для существования всех известных нам на Земле форм жизни, это наличие жидкой воды. При поиске средств обитания, пригодных для жизни, мы руководствовались данными о наличии воды. Наша сафари направляется к семи мирам. Некоторые из них, возможно, имеют большие запасы воды. И, по мнению ученых, там могут скрываться инопланетяне. Хотя жизнь там могла возникнуть почти таким же образом, как и на Земле. Мы можем только гадать о том, как она выглядит сейчас. Мы начнем с мира, который всегда давал пищу нашему воображению. Планеты прямо по соседству с нами, Марса. Среди планет, на которых мы искали жизнь, мы больше всего изучали именно эту. Вчера у нас была интересная поездка. Ученый, который сможет первым увидеть марсиан, если их обнаружат, Стив Сквайрс, научный руководитель программы НАСА по марсоходам. Из всех планет Марс всегда привлекал особое внимание людей. Долгое время мы достаточно знали о Марсе, чтобы полагать, что он больше всех похож на Землю. Возможно, он больше всех походит на Землю, там есть атмосфера и времена года. Но люди на Марсе быстро погибли бы. Там разреженная атмосфера, примерно в 40 раз более разреженная, чем на вершине горы Эверест. И он находится в плохом районе нашей Солнечной системы, рядом с поясом астероидов. Его атмосфера слишком тонкая, чтобы его защитить. Астероиды непрерывно бомбардируют его поверхность. Сильный ветер может поднять песчаную почву Марса в воздух, и вся планета на несколько недель покрывается песчаными бурями, которые вызывают торнадо высотою 8 километров. Температура в середине дня на экваторе составляет 0 градусов Цельсия, а ночью падает до минус 70. Дэвид Гринспунт, хранитель отдела астробиологии в Денверском естественно-научном музее. По его мнению, Марс был бы теплее, не будь он планетой-карликом. Когда я беру кофе холодным утром, я знаю, что маленькая чашка эспрессо остынет быстро, в то время как большая чашка будет гораздо дольше оставаться горячей. Большие объекты дольше остаются горячими, потому что их внутренняя часть защищена от внешнего воздействия холода. Планеты устроены точно так же. Маленькая планета остывает на раннем этапе своей истории. Большая планета, например, Земля, остается горячей в течение миллиардов лет, поэтому, скорее всего, на ней более вероятно найти жизнь. Несмотря на недостатки, Марс всегда привлекал внимание ученых, потому что его рельеф, казалось, мог быть доказательством существования там жизни. Динамичный ландшафт из гор, вулканов и глубоких ущелий не так сильно отличается от Земли. Первым астрономом эти особенности рельефа казались океанами и реками, и даже системой каналов, которая, по их предположениям, не только доказывала существование жизни, но и была создана живыми существами. В США Персивел Лоуэлл, наблюдая за этими объектами, пришел к выводу, что каналы имели настолько правильную геометрическую форму, что они должны были быть результатом деятельности разумной жизни. Он был прав. Проблема была в том, что эта жизнь находилась по другую сторону телескопа. Когда эти объекты были в окуляре телескопа, человеческий мозг и восприятие начинали конструировать объекты, которых на самом деле там не было. Лоуэлл был не единственным. Некоторые ученые были потрясены, когда зонд Викинг-1 передал на Землю вот это изображение. Что это? Человеческое лицо, которое, возможно, изобразили марсиане по своему подобию? До недавнего времени мы на самом деле не знали, где искать инопланетную жизнь в нашей Солнечной системе. Но мы всегда знали, как будут выглядеть инопланетяне, когда мы их обнаружим. Обычно наши инопланетяне достаточно сильно напоминают Земля. Их вид может быть отталкивающий или привлекательный, но чаще всего это искаженный образ нас самих. Сет Шостак, старший астроном в Институте поиска внеземного разума в Калифорнии, всю свою карьеру пытался поймать радиосигнал далекой инопланетной цивилизации. Нет никаких оснований полагать, что они будут выглядеть как мы, или даже думать как мы, или вести себя как мы, или вообще говорить на каком-либо языке. Нужно просто взглянуть на многообразие жизни на Земле, чтобы понять, что природа может создавать множество различных форм жизни. Но если на Марсе и есть жизнь, как она смогла уцелеть в таких экстремальных условиях? С 60-х годов 20-го века ученые отправили к Красной планете десятки зондов. Первые фотографии безжизненного ландшафта быстро разрушили все надежды найти там разумных существ. Но то, что увидели ученые, тем не менее, было поразительно. Хотя нет никаких доказательств существования каналов, построенных марсианами, есть признаки того, что на Марсе действительно могла быть вода. Есть мнение, что жестокая Красная планета когда-то могла быть голубой. Надо просто вернуться на пару миллиардов лет назад. 3,5-4 миллиарда лет назад Марс имел более плотную атмосферу, на его поверхности точно была вода. Возможно, в ней появилась жизнь, и по мере того, как условия ухудшались, живым существам пришлось адаптироваться. Возможно, жизнь адаптировалась, а не погибла, потому что жидкая вода все еще может быть под поверхностью. Но поскольку на Марсе нет воды на поверхности, очень низкая температура и сверхразреженная атмосфера, он может понравиться только одному виду организмов – экстремофилу. Экстремофилы прекрасно живут в самых жестоких условиях. Чтобы взглянуть на место, где они могли бы скрываться на Марсе, мы отправляемся к долине Маринера – огромной трещине на поверхности Марса, которая в некоторых точках в 20 раз шире Великого каньона, а ее глубина почти равна высоте Эвереста. Когда-то в этой долине могли быть озера. И в этих озерах могла существовать жизнь. Когда вода стала высыхать, жизнь могла эволюционировать, чтобы приспособиться к неблагоприятной окружающей среде. Мы не узнаем, на что похожи эти экстремофилы, пока не найдем их. Но они, возможно, походят на организмы, которые живут в экстремальных условиях здесь, на Земле. Необычная группа биологов, которых называют астробиологами, исследуют на Земле формы жизни, которые мы могли бы обнаружить в космосе. Астробиолог Рокко Мончинелли охотится за экстремофилами Марса. Если вода ушла под поверхность, а какая-то ее часть, безусловно, ушла, то что случилось потом? Она образовала солевые карманы. А какой организм способен жить в соляном растворе? Астробиолог Крис МакКей считает, что ему известны солелюбивые существа, которые могли бы выжить на Марсе. Существа, очень похожие на те, которые он обнаружил в одном из самых сухих и соленых мест на Земле. Основное препятствие для жизни на Марсе, то же самое, что и основное препятствие для жизни здесь, в долине смерти. Это сухость. Жизни труднее всего адаптироваться к этому фактору. Тысячи лет назад в долине смерти было соляное озеро, точно так же, как в долине Маринера на Марсе были озера. Эта местность выглядит безжизненно. Огромная белая пустыня до горизонта. Но прямо под поверхностью Земли находятся слои растущих водорослей и бактерий. Они живут в окружающей среде, которая в корне отличается от той, которую мы ощущаем на поверхности. Мы находимся в месте, которое кажется безжизненным, мертвым. Однако, если копнуть глубже, вы увидите, что скрывается под землей. Под слоем соли находятся упрямые зеленые водоросли, которые питаются водой и светом, просачивающимися сквозь землю. В свою очередь водорослями питаются солелюбивые микроорганизмы. И эту структуру, высохшее дно соляных озер, которое на Земле встречается в пустынях, мы также найдем и на Марсе. Жизнь на Красной планете может скрываться не только в соляных пустынях. На Марсе есть огромные вулканы. Некоторые из них в 5-6 раз больше, чем вулканы на Земле. Астробиолог Пенни Бостон изучает пещеры, называемые лавовыми трубами. Они остаются после того, как вытекает вулканическая лава. Недавно мы считали, что в таких пещерах нет жизни. Здесь нет солнечного света, а без солнечного света нет фотосинтеза. Однако в лавовых трубах возле Альбукерка, в Нью-Мехико, Бостон обнаружила свидетельство наличия экстремальных организмов. Мы знаем, что на Марсе очень много лавовых труб. И здесь у нас есть возможность увидеть, как они формируются, и посмотреть на формы жизни, которые их населяют. Экстремофилы, которых обнаружила Бостон, кажутся полными сил. Они получают энергию из минералов в стенах пещеры. Вот, мы стоим рядом со стеной. И вы можете видеть, как на черном базальте растут эти белые лоскуты. Для этих крошечных существ каждый из них, как большой город. Все они укрылись в этих маленьких выемках в базальте. Эти крошки адаптировались к холодным температурам. Они никогда не получают света и довольствуются тем, что могут найти в этой среде. Есть ли такие же существа в пещерах под вулканическими полями Марса? Бостон считает, что да. Мы найдем жизнь. И я надеюсь, что проживу достаточно долго в добром здравии, чтобы увидеть это. Возможно, мы уже краем глаза видели марсиан. Но не когда мы посещали их планету, а когда они посетили нашу. 16 миллионов лет назад в Марс врезался астероид, который вытолкнул в космос кусок скалы весом в 2 килограмма. Удивительно, но этот камень долетел до Земли и остался лежать в Антарктике. Ученые НАСА Дэвид МакКей и Эверет Гибсон были поражены, когда нашли внутри него очертания окаменелостей. Вода проделала внутри камня маленькие туннели. И в этих туннелях МакКей и Гибсон обнаружили, по их мнению, свидетельство существования живых бактерий. Это маленькие микробы, мертвые. Это окаменелости, а в некоторых случаях мы вообще не видим самих организмов. Мы видим их отпечатки или доказательства, что они там были. Жизнь с Марса? Возможно. Охота только начинается. НАСА планирует отправить на Марс вездеход под названием «Феникс». Он будет изучать полярные льды планеты и возьмет пробы с глубины 1 метр от поверхности. НАСА даже планирует отправить туда людей. Возможно, они не встретят там маленьких зеленых человечков из наших фантазий. Но они могут обнаружить какие-то формы жизни. На что они будут похожи? Скорее всего, это подземный обитатель, который способен питаться малым количеством воды. Возможно, организм, который питается минералами, как существа в лавовых трубах в Нью-Мехико. Даже самая скромная находка будет иметь огромное значение. Она докажет, что жизнь встречается не только на Земле, но и существует по соседству с нами. Наша сафари по местам вероятного обитания инопланетной жизни в Солнечной системе теперь направляется мимо пояса астероидов по другую сторону Марса. Здесь царствует Юпитер. Однако эта планета самая большая в Солнечной системе достаточно враждебна для жизни из-за токсичных газов и непреодолимой гравитации. На Юпитере не только очень холодно, но у него очень плотная атмосфера, толщиной в десятки тысяч километров. Там встречаются аммиак, амитаны, знаете, что-то вроде средства для чистки ванны. Но у Юпитера есть 60 известных нам лун. На первый взгляд, маловероятно, что на этих лунах может встретиться инопланетная жизнь. У них разреженная атмосфера, и на них нечеловеческий холод. Калисто имеет мягкий климат с температурой минус 250 градусов Цельсия. Исследовательские зонды Вояджер и Галилео не обнаружили на поверхности этих лун почти ничего, кроме льда, с одним поразительным исключением. Ио — одна из ближайших к Юпитеру лун. Когда в 1979 году НАСА отправила к Ио Вояджер-1, астрономы были потрясены, обнаружив на ее поверхности бушующие гигантские вулканы. Ио обладает наибольшей вулканической активностью в Солнечной системе. Ее поверхность непрерывно извергает вулканический материал. Что нагревает внутреннюю часть этой ледяной луны? Удивительно, но это сила притяжения, притяжение Юпитера. Гравитация гигантской планеты притягивает ее луны с огромной силой. Чем ближе луна, тем сильнее действует гравитация. Так сильно, что она может вытягивать ее кору. Но некоторые из лун вращаются по эллиптической орбите. Поэтому при приближении к Юпитеру кора вытягивается по направлению к планете. При удалении от нее кора снова приобретает сферическую форму. Это постоянное периодическое движение создает трение глубоко внутри Луны, а за счет трения выделяется тепло. Это все равно, что добывать огонь при помощи трения двух веток. Притяжение Юпитера нагревает Ио изнутри. Вулканический дым и отсутствие воды делают Ио малопригодной для жизни. Но остальные крупные луны Юпитера находятся дальше, достаточно близко к полю притяжения Юпитера, чтобы оно нагревало их изнутри, но достаточно далеко, чтобы их поверхность оставалась спокойной. Три из них кажутся особенно вероятными местами для обитания инопланетной жизни. Самая удаленная от планеты гиганта Калисто. На своей поверхности Калисто походит на нашу Луну. Она покрыта кратерами от падений бесчисленных астероидов. Эти столкновения могли на короткие периоды растапливать лед, что позволило бы появиться жизни. Но в 1998 году аппарат Галилео обнаружил гораздо более многообещающий инкубатор глубоко под поверхностью Калисто. Радиоактивные породы и огромное давление в ядре Калисто вырабатывают тепло внутри нее. Возможно, тепло изнутри растапливает ледяную шапку и создает скрытый океан. А в скрытом океане может существовать скрытая жизнь. Подлетая ближе к Юпитеру, мы видим его самую большую луну Ганимеда. Ганимед также имеет очень неровный рельеф. Над его поверхностью поднимаются горные хребты, похожие на протектор шин. Эти яркие пятна кратера, достигающие 5 километров в диаметре, скорее всего, с унием по краю. Но эти фотографии дают нам самую верную подсказку о том, где здесь может скрываться жизнь. На них изображены текучие ледники. Ледники, похожие на земные. Движущиеся ледники Ганимеда также могут быть признаком тепла внутри него. Поэтому, как и на Калиста, на Ганимеде тоже может быть скрытый океан, который лежит под слоем льда в целых 200 километров. Но самая интересная луна на этом этапе нашего сафари третья. Она называется Европа. И из этих трех находится ближе всех к Юпитеру. Близость к планете-гиганту означает, что ядро Европы может быть очень горячим, намного горячее, чем у Калиста или Ганимеда. Но ее поверхность остается холодной. Удачное сочетание для жизни, поскольку где-то в середине может существовать зона умеренной температуры. Толстая ледяная кора Европы испещрена гигантскими трещинами. Это знак того, что лед постоянно перемещается. На нашей планете такие же трещины есть на ледниковом щите, которым покрыт Северный Ледовитый океан. Возможно, что подо льдами Европы находится самый большой океан в Солнечной системе. Океан в два раза больше всех вместе взятых океанов Земли. Если океаны действительно там есть, что очень вероятно, они находятся там уже очень долго, может быть, чуть больше 4 миллиардов лет. За 4 миллиарда лет в океане полном воды, как вы думаете, могло ли что-нибудь возникнуть? По крайней мере, это весьма вероятно. Среда океана Европы примерно настолько же подходит для обитания живых существ, как и среда наших земных океанов. На самом деле, организмы с планеты Земля скорее всего смогли бы жить и в океане Европы. Но океаны Европы должны быть очень холодными, даже частично замерзшими. И в них никогда не проникает солнечный свет из-за ледяной шапки толщиной 15 километров. Мы никогда бы не подумали, что здесь может существовать жизнь, если бы не революционные открытия у берегов Эквадора. На многокилометровой глубине в Тихом океане биологи обнаружили сообщество кольчатых червей, крабов и даже кальмаров. Эти существа прекрасно себя чувствуют, несмотря на полную темноту, экстремально низкую температуру и давление большой глубины. Они питаются бактериями, которые берут энергию не от солнца, а от химических веществ, извергающихся из морского дна. Возможно, мы обнаружим похожие вулканические выходы на Европе, поддерживающие собственную систему жизни. Чтобы узнать это, ученые НАСА хотят посадить на поверхность Европы исследовательский аппарат. Некоторые хотят отправить туда креобота, робота, который растопит лед и опустит зонд в жидкую среду под ним. Это несложно сделать. Надо просто растопить лед, чтобы проложить путь зонду, только растопить придется не пару сотен метров, а возможно километров 15 льда. Затем опустить вниз трос с прикрепленной к нему видеокамерой и светильником и осмотреться. Мы не можем исключить, что в таком количестве воды простейшие формы жизни могли эволюционировать. Возможно мы даже сможем найти такие же высокоразвитые организмы, какие есть на земле. Но скорее всего мы найдем микробов. Но даже это полностью изменит наше представление о том, как возникает и развивается жизнь. Европа была горячей, но что если мы имеем дело с самым холодным из известных мест? Или если озера вместо воды наполнены токсичными химическими веществами? Когда наше сафари еще дальше проникнет в космос, мы столкнемся именно с такими мирами. В то время, как наше сафари в поисках инопланетной жизни проносится мимо опоясанного кольцами Сатурна, мы видим, что его атмосфера наполнена бурлящими газами. Мы также чувствуем силу притяжения Сатурна, слабее, чем у Юпитера, но все равно огромной. Мы следуем дальше. Мы вряд ли обнаружим здесь живых существ. Кольца Сатурна также на редкость негостеприимны. Они состоят из камней и льда размером от сахарной песчинки до целого дома. Но у Сатурна много лун. В настоящее время их известно 56. Наша сафари вначале направляется на первую из этих лун. крошечный ледяной спутник под названием Энцелад всего 500 километров в диаметре. Здесь очень слабая гравитация, ничтожная доля от земной. И на Энцеладе почти нет атмосферы. Он отражает в космос почти весь попадающий на него солнечный свет, что делает его самым ярким объектом в Солнечной системе. До недавнего времени мы считали, что на Энцеладе тоже слишком холодно для существования жизни. Похоже, что мы ошибались. К 2005 году после 7 лет полета космический аппарат Кассини приблизился к этой крошечной луне и обнаружил то, что ошеломило научного руководителя проекта Каролин Порко. Это изображение, вы знаете, оно просто вызвало у нас шок. Эти столбы состоят из воды, извергаемой гейзером. Пар и горячая вода гейзера попадают в холодный вакуум космоса и превращаются в струю льда. Поскольку гравитация почти не удерживает его, ледяное облако может достигать размеров самого Энцелада. Порко никогда и нигде не видела ничего подобного. Обнаружить такое небесное тело, как Энцелад, это мечта исследователя планет. Эти струи, или, если хотите, фонтаны, разбрасывают пары снег со льдом на сотни километров над южным полюсом Энцелада. Вывод можно сделать только один. Крохотный ледяной Энцелад внутри очень горячий. Как и у Юпитера, огромное гравитационное поле Сатурна притягивает его спутники. И создает трение и тепло внутри них. Насколько мы можем судить сейчас, единственным возможным выводом является то, что глубоко внутри Энцелада может находиться жидкая вода, поскольку он теплый. И самые лучшие модели, при помощи которых мы можем объяснить наличие тепла и в меньшей мере струй пара, указывают на то, что температура там достаточно высокая, чтобы растопить лед. Тепло, жидкая вода, даже в самых дальних уголках солнечной системы могут быть химические элементы, необходимые для жизни. Какой организм смог бы жить в кипящей воде гейзера? Благодаря горячим источникам на земле мы можем себе это представить. Одно время мы полагали, что в кипящих гейзерах Йеллоустонского национального парка нет живых организмов. Но потом биологи обнаружили в этой воде микробов. Микробов, которые питаются химическими веществами, растворенными в этой воде. Сегодня мы называем их термофилами. Самые живучие из них могут существовать в кипящей воде. Могут ли термофилы быть на Энцеладе? Чтобы узнать это, наше сафари приближается, чтобы получше рассмотреть этот инопланетный гейзер. Рядом с поверхностью ничто не может выжить из-за холода. Температура здесь достигает минус 200 градусов по Цельсию. А как насчет горячей воды внутри? В ледяном столбе над Энцеладом зонды Кассини обнаружили углекислый газ и метан. Химические элементы, которые могли бы служить питанием для жизни внизу. Так же, как богатые химическими элементами йеллоустонские источники питают живущих там микробов. Это небесное тело с очень большой вероятностью содержит внутри себя жидкую воду. Мы уже знаем, что там есть простые органические соединения и огромное количество составных элементов для них. Я думаю, это один из самых интересных для изучения объектов астробиологии в Солнечной системе. Титан. Энцелад был шоком для астрономов, то еще одна Луна Сатурна стала для них настоящим потрясением Титан. Он кажется наименее вероятным местом для существования жизни. Титан получает очень ограниченное количество солнечного света, примерно в тысячу раз меньше Земли. Зонды, отправленные на Титан, обнаружили лед, но не обнаружили жидкой воды. А при температурах в минус 200 градусов по Цельсию этот лед тверже камня. Что могло сделать Титан вероятной средой обитания инопланетной жизни? Удивительно, но Титан во многом напоминает Землю, но не ту Землю, которую мы знаем сейчас. Титан оказался удивительным небесным телом в системе Сатурна. Уже давно предполагается, что на его поверхности есть окружающая среда. И она не просто похожа на окружающую среду, которая встречается на Земле. Она похожа, верите вы или нет, на ту среду обитания, которая существовала на Земле до возникновения жизни. Титан настолько заинтересовал группу Каролин Порка, что к 2005 году они отправили туда космический аппарат Кассини, чтобы запустить зону. Это была самая удаленная посадка на поверхность из всех. Зонд увидел только горы и долины. Но облет Кассини после этого позволил увидеть береговую линию. Вскоре показались тысячи озер, по крайней мере, одно из них больше, чем великие озера в Северной Америке. Мы впервые обнаружили жидкость на поверхности другого небесного тела. Он немного напоминает Миннесоту, только в озерах не вода, а жидкий природный газ. Но жидкий природный газ это все равно жидкость. А это не снег, это хлопья метана. Как и на Земле, на Титане есть погода, но она носит несколько психоделический характер. Здесь даже есть метановый ураган. Это не вода. Это метан, который делает все то же самое, льется дождем, испаряется, течет в реках. Таким образом, на Титане есть вещество, которое делает то же самое, что и вода на Земле, только это метан. Похожая обстановка могла существовать на Земле 4 миллиарда лет назад, из-за чего ученые считают, что Титан также может быть инкубатором жизни. Химические процессы происходят даже при таких низких температурах. Они идут очень медленно, но у Титана на химические реакции было 4 миллиарда лет, поэтому за такой период времени возможно что-то и появилось. Это что-то должно было появиться без жидкой воды, чего до сих пор мы никогда не встречали, но ученые не исключают эту возможность. Воду мог заменить метан, который в изобилии встречается на Титане. Метан, который на Земле используется как топливо, долгое время считался ядовитым для всех живых существ. Но в 1997 году ученые исследовали скопление метанового льда в Мексиканском заливе. Они были удивлены, обнаружив колонии похожих на сороконожку червей длиною 2 сантиметра, они полагают, что черви могут есть бактерии, которые питаются метаном. Вообще многое из того, что мы считаем смертельным, на самом деле может помочь выживанию. Если возможно найти путь эволюции, который позволит использовать эту энергию, а не погибать от ее воздействия, это может принести щедрые результаты. На поверхности Титана может оказаться еще одно препятствие для жизни. Поскольку его защищает слабое магнитное поле, живые организмы на его поверхности могут пострадать от космического излучения. Но это может и не быть проблемой для экстремофила, как мы узнали здесь, на Земле. Биологи обнаружили множество живых организмов рядом с зараженным ядерным реактором в Чернобыле. Эти организмы даже плавали в токсичных радиоактивных отходах, питаясь разлагающимися молекулами. Возможно, что формы жизни на Титане делают то же самое. Чтобы найти жизнь на Титане, нам, возможно, придется погрузиться в его метановые озера, где мы можем найти бактерии, которые любят химические вещества. Возможно, мы даже найдем устойчивых к радиации микробов, похожих на найденных на Земле в Чернобыле, которые живут на его твердых, как камень, ледниковых щитах. Организмы, питающиеся метаном, могут вырабатывать тепло, которое растопит лед и, возможно, создаст еще один источник жизни. Без сомнения, жизнь на Титане представляла бы странное зрелище. Но нам еще предстоит посетить самый странный мир из тех, где ученые считают возможным существование жизни. И он гораздо ближе к нашему дому. Наши сафари по мирам, где наиболее вероятно существование инопланетной жизни, завело нас далеко. Мы побывали в ледяных пустынях, скрытых океанах и метановых озерах. Но мир, в который мы отправимся сейчас, возможно, имеет самые экстремальные условия из всех. Для нашей последней остановки мы направляемся обратно к Земле, на Венеру. Эта планета наш ближайший сосед по Солнечной системе. Если жизнь может существовать здесь, похоже, она может существовать почти везде. Чтобы достичь поверхности Венеры, нам придется преодолеть густой слой желтых облаков, толщиной 65 километров, по составу похожих на аккумуляторную кислоту. Атмосфера здесь в 90 раз тяжелее земной. Такой вес не может выдержать человек. На поверхности до самого горизонта видны потухающие вулканы и поля лавы. Они покрывают 85% поверхности планеты. Трудно поверить, что когда-то на Венере были огромные океаны. В общем, здесь имел место неуправляемый парниковый эффект, когда по мере потепления начинают испаряться океаны, что еще больше увеличивает содержание влаги в воздухе. Водяной пар — это мощный парниковый газ, поэтому процесс становится неуправляемым. В общем, океаны выкипают, и весь СО2 оказывается в атмосфере, и сегодня мы имеем очень горячую планету с гиперпарниковым эффектом. Температура на Венере составляет около 460 градусов по Цельсию, то есть она даже горячее Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты. Это неблагоприятное для жизни место. Известная нам жизнь не может существовать на поверхности Венеры, потому что горячие газы просто разорвут органические молекулы на куски. Но мы остановились здесь не из-за того, что находится на поверхности, а из-за того, что находится в воздухе. В 1982 году советский космический аппарат Венера-14 побывал на Венере. Он обнаружил, что в облаках на высоте 50 километров температура намного ниже, чем на поверхности. Более того, он нашел молекулы, которые так важны для жизни. H2O. Для этого вся вода, которую мы находили за пределами Земли, была полностью заморожена. Только в облаках над Венерой мы нашли ее в виде пара, который может быть инкубатором жизни. Но облака Венеры также наполнены высококислотной серой. Когда-то мы думали, что ничто не может жить в сере. Но ученые взяли анализы воды, вымываемой из шахты в Калифорнии. Она имеет одну из самых высоких кислотностей на Земле. В серной кислоте, достаточно едкой, чтобы разъедать металл, одежду и растворять человеческое тело, они нашли жизнь. экстремофилов, любящих кислоту. Эти организмы питаются соединениями серы, такими, как сульфид железа, поедают железо и выделяют серу с высокой кислотностью. Есть ли такие экстремофилы в небе над Венером? Астробиологу Дэвиду Гринспену хочется думать, что да. Возможно, в облаках над Венерой есть какие-то организмы, живущие в сере. Сера довольно необычно поглощает ультрафиолет, и я представляю, что там возможно что-то типа фотохимической реакции, при которой ультрафиолет используется для преобразования химических веществ в более высокий уровень энергии, которая затем используется для питания. Как будут выглядеть эти инопланетяне, если мы все-таки их найдем? Они должны будут переносить высокие температуры и огромное атмосферное давление. Им также придется выживать при концентрации кислот убийственной для большинства форм жизни. Возможно, они будут похожи на более живучую версию устойчивых кислоте экстремофилов в Калифорнийской шахте. Мы продолжаем находить жизнь в местах, которые раньше считали необитаемыми. Поэтому каждый раз, когда мы говорим это невозможно, в облаках Венеры не может быть жизни, я думаю, что нам надо быть осторожными, потому что это может быть всего лишь следствием нашего невежества или ограниченности воображения, а нереальными ограничениями бесконечной изобретательности природы, которая, похоже, находит решение этих проблем. Когда наша сафари возвращается в прохладный, голубой, полный жизни мир Земли, мы понимаем, почему так чтим ее жизнетворные дары. Но, как мы узнаем, живые существа могут встретиться в самых экстремальных условиях. Экстремофилы, возможно, походят на первую версию жизни в нашей Вселенной. Они даже могут оказаться ее наиболее распространенной формой. Могли ли они эволюционировать во что-то более сложное, чем простейшие начальные формы? Возможно ли, что где-то там есть и разумная жизнь? Более сорока лет ученые из Института Сети в Калифорнии ищут в небе ответ на этот вопрос? Старший астроном Сет Шостак верит, что он узнает звуки инопланетной жизни, когда услышит их. У нас есть пара проектов наблюдения для поиска таких сигналов. Самые крупные проекты это радиопоиск. Для этого мы используем большие системы антенн и направляем их на ближайшие звездные системы, про которые думаем. У этого типа звезды возможно есть планеты, которые походят на Землю. Мы наводим их в этом направлении в надежде поймать сигнал, который сообщит нам, что там есть кто-то достаточно умный, чтобы сделать радиопередатчик. Это сафари, в ходе которого вы никогда не покидаете дом. Недавно астрономы также уловили достаточно света с планет в далеких звездных системах, чтобы определить их химический состав. Они обнаружили элементы, которые могут создать РНК, один из структурных элементов, из которых состоит жизнь на Земле. А в созвездии весов на расстоянии 20 световых лет группа европейских астрономов обнаружила планету, которая может быть достаточно теплой, чтобы на ее поверхности была жидкая вода, в точности как на Земле. Тем временем к дальним пределам нашей галактики направляются четыре космических аппарата, запущенных в 70-х годах 20-го века. На борту двух из них находится карта нашей Солнечной системы и изображение мужчины и женщины. В двух других находятся пробы урана, по периоду полураспада которых можно будет определить возраст зонда независимо от языка. На двух из них также летит возможно самое универсальное послание из всех, запись которая включает произведение Баха. Только не ждите новостей слишком скоро. Этим межгалактическим почтовым открыткам с Земли понадобится восемьдесят миллионов. Из огня рождения Солнца возникли планеты Близнецы. Венера и Марс. Две дороги разошлись в нашей юной Солнечной системе. Один мир природа нарядила в зеленые и синие цвета жизни. Другому же подарила кислотные облака, сильную жару и вулканические потоки. Почему судьба Венеры приняла такой катастрофический оборот? И как может Сестра Земли способствовать поиску иных миров, подобных нашему? Венера Смерть планеты В то время, пока мы смотрели на звезды, они посылали нам знаки, что где-то там существуют миры, такие же богатые и разнообразные, как наш. Однако сейчас астрономы нашли способы видеть сквозь яркий свет близлежащих звезд. Они быстро обнаруживали планеты, используя орбитальные обсерватории, такие как космический телескоп НАСА Кеплер и множество наземных приборов, которых около тысячи, и их количество продолжает расти. Эти чужие миры охватывают широкий диапазон от газовых гигантов во много раз больше Юпитера до каменных обугленных останков, сгоревших при взрыве своей родительской звезды. Некоторые, имеющие дикие эллиптические орбиты, улетают далеко в космос, а затем ныряют в палящие звездные ветры. В то время, как другие вращаются так близко к своим родительским звездам, что их поверхность вероятно купается в расплавленных скалах. Среди этих негостеприимных областей есть нечто похожее на воду и лед, компонентов, необходимых для жизни в той форме, в какой мы ее знаем. Гонка в поиске иных мест обитания жизни снова подняла древний вопрос, многочисленны ли планеты, подобные Земле, в дебрях нашей галактики и является ли жизнь чем-то обычным? Или Земля редкий райский уголок в бесплодной Вселенной? При столь немногих свидетельствах о других мирах, у нас есть лишь истории планет нашей Солнечной системы для того, чтобы оценить шансы найти другую Землю. Возьмем, например, мир, долго выглядевший и казавшейся планетой, на которой есть жизнь. Не считая Луны, нет более яркого светила в нашем ночном небе, чем планета Венера, также известная как утренняя и вечерняя звезда. Древние римляне назвали ее в честь своей богини красоты и любви. Со временем художники-мастера превратили этот классический символ в эротический образ, а затем в куртизанку. Ученый Галилео Галилей развеял таинственность планеты Венеры, записав ее фазы движения вокруг Солнца и поставив в ряд других планет. Имея схожие размеры вес, Венера стала известна как планета Сестра Земли. Но насколько она похожа на Землю? В 1761 году русский ученый Михаил Ломоносов заметил нечто необычное. Когда Венера проходила перед Солнцем, он наблюдал по ее краю свечения толщиной в волос. Он обнаружил, что у Венеры есть атмосфера. Дальнейшие наблюдения выявили толстый слой облаков. Астрономы подумали, что они состоят из водяного пара, как на Земле. Скрывали ли они под собой ветреную мокрую погоду? И жил ли там кто-нибудь или что-нибудь? Ответ пришел с невероятным посланником, астероидом, который врезался в Землю. Так было в классическом научно-фантастическом романе первый космический корабль на Венере. Среди камней был найден таинственный компьютерный диск. на Земле усиливается интерес, и международный экипаж отправляется выяснить, кто его послал и почему. То, что они находят, коварный ядовитый мир. Неудивительно, что венерианцы хотят поменяться планетами. Настало время серьезно отнестись к исследованию нашей планеты сестры. NASA отправила Маринер-2 к Венере в 1962 году, на первую в истории близкую встречу с планетой. Приборы показали, что Венера совершенно не похожа на Землю. Напротив, на ней крайне горячо, а атмосфера состоит в основном из углекислого газа. Данные показали, что Венера вращается очень медленно, лишь один раз за 243 земных дня и движется в противоположном направлении. Американские и советские ученые выяснили, насколько странной является Венера, когда отправили ряд посадочных аппаратов для того, чтобы сделать прямые измерения. Температура на поверхности почти 900 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы расплавить свинец при атмосферном давлении в 90 раз выше, чем на уровне моря на Земле. Воздух настолько плотен, что это не газ, а сверхкритический флюид, жидкий СО2. На нашей планете его единственный естественный источник среда подводных вулканов с высоким давлением и температурой. Советские посадочные аппараты на Венере прислали снимки, показывающие, что она это громадный сад скал без воды вблизи. По сути, если бы вы разгладили поверхность Венеры, вся вода в атмосфере составила бы глубину всего 3 сантиметра. Сравните с Землей, где океаны образовали бы слой глубиной 3 километра. Если бы вы могли совершить посадку на Венере, вас бы встретили спокойные пейзажи и закаты, окрашенные в оранжевые оттенки. Ветры не сильные, всего несколько миль в час. Но воздух настолько плотный, что легкий ветерок сбил бы вас с ног. Посмотрите наверх, и вы увидите быстро движущиеся облака, которые мчатся вокруг планеты со скоростью 300 километров в час. Эти облака образуют плотный слой на больших высотах от 45 до 66 километров над поверхностью. Облака плотны и так отражают свет, что Венера поглощает намного меньше солнечной энергии, чем Земля, несмотря на то, что она на 30% ближе к Солнцу. Эти облака скручиваются в огромные планетарные ураганы, когда воздух спускается вихрем в более холодные полярные области. Вдоль экватора они поднимаются мощными бурями, извергая разряды молний. Совсем как на Земле, эти бури рождают дождь, только это кислотный дождь, который испаряется прежде, чем успевает достичь поверхности. На возвышенностях образуется легкий туман, не из воды, а из редкого металла, теллура, и железных перитов, известных как золото дураков. Он может образовывать металлический иней, словно снежинки в аду. Ученые определили около 1700 основных вулканических центров на Венере, от лавовых куполов и странных структур под названием арахноиды или венцы до огромных вулканических вершин. Планета усыпана вулканами, возможно миллионами, разбросанными по поверхности случайным образом. Венеру прорезают большие разломы протяженностью в тысячи километров, которые вполне могут быть лавовыми каналами. Наша планета-сестра вулканический рай в солнечной системе, сформированной вулканизмом. Крупнейшая гора на Земле, гавайский вулкан Мауна-Кеа, насчитывает 32 тысячи футов от морского дна до вершины. Почти в три раза выше мать всех вулканов, гора Олимп на Марсе. Луна Юпитера Ио истекает лавой. Она образуется глубоко внутри из-за трения в результате воздействия гравитационного притяжения своей материнской планеты. Также есть луна Нептуна Тритон, где кристаллы азотного льда выстреливают на высоту около 10 километров над поверхностью. Луна Сатурна Титан с замерзшим жидким метаном и аммиаком, вытекающими в озера и болота. На нашей планете вулканы обычно возникают по краям материков и океанов. Здесь большие плиты из камня, которые лежат под океанами, вдавливают те, которые несут материки. Глубоко под землей магма смешивается с водой и нарастающее давление выталкивает их в процессе извержений со взрывами. На Венере картина совсем другая. При очень плотной атмосфере вулканы скорее сочатся и брызгают, посылая реки лавы, стекающие в низины. Они напоминают вулканы, образующие горячие пятна, как Гавайские острова. Там фонтаны магмы поднимаются из глубин земли, сбрасывая давление в потоки извержений. Чтобы увидеть типичный крупный вулкан на Венере, отправимся к горе Маат, имеющей 400 километров поперечники и высоту полтора километра. Гора вероятно образовалась в результате извержений на ее вершине, но когда магма поднималась снизу, она начинала стекать через ходы и трещины. Под поверхностью, которые образовали сеть каналов, выходящих на окружающую местность. Является ли Венера, подобной Земле, по-прежнему вулканически активной? Поиск ответа был главной задачей миссии Венера Экспресс, запущенной в 2005 году Европейским Космическим Агентством. Вооруженная новым поколением высокотехнологичных датчиков, она всматривалась сквозь облака, регистрируя инфракрасный свет, излучаемый несколькими крупными горами, она обнаружила, что вершины ярче, чем окружающие котловины. Возможно, это потому, что они подвержены такому сильному выветриванию в этой едкой среде. Это значит, что они могли извергаться примерно в течение последних нескольких сотен тысяч лет. Если вулканы действуют и сейчас, то потому, что они часть более глубокого процесса, который формирует и нашу планету. на Земле высвобождение тепла от радиоактивного распада глубоко в мантии. Это то, что приводит в движение океанские и материковые плиты. Это зависит от эрозии и других процессов, связанных с водой. Без воды на Венере внутреннее тепло планеты нарастает до экстремальных уровней, а затем находит выход во вспышках вулканизма, который имеет глобальный масштаб. Это может объяснить факт, почему на Венере найдено менее тысячи ударных кратеров. Все, что старше около 500 миллионов лет, оказывается буквально залитым. Так почему Венера так радикально разошлась с Землей, если она родилась в той же Солнечной системе при схожих условиях? Возрастает число доказательств, пока косвенных, что Венера на самом деле могла иметь более влажное, более землеподобное прошлое. Одним из самых потрясающих открытий ранних миссий к Венере стало присутствие деэтерия, формы водорода, верхней слоях атмосферы Венеры. Он образуется, когда ультрафиолетовый солнечный свет разлагает молекулы воды. Недавно появилось дополнительное свидетельство. Венера Экспресс навела свои инфракрасные датчики на ночную сторону планеты, чтобы посмотреть, как местность излучает энергию, собранную в жаркое дневное время. Это изображение составлено более чем из тысячи отдельных снимков южного полушария Венеры. Области возвышенностей, показанные синим, излучают меньше тепла, чем окружающие котловины. Это подтверждает гипотезу о том, что эти области состоят не из лавы, а из гранита. На Земле гранит образуется в вулканах тогда, когда магма смешивается с водой. Если на Венере есть гранит, то вполне возможно, что там была и вода. Если Венера и Земля появились вместе, как голубые мраморные близнецы, значит, в какой-то момент два мира разошлись. Земля нашла способы управлять своим климатом, отчасти удаляя углекислый газ и парниковый газ из своей атмосферы. Во-первых, растения поглощают СО2 и выделяют кислород в процессе фотосинтеза. Один квадратный километр тропических джунглей, например, может поглотить несколько сотен тонн СО2 всего за год. Никто не сравнится с океанами. За один год по текущим исследованиям всего один квадратный километр океана может поглотить 41 миллион тонн СО2. Земля принимает свою собственную долю СО2. Когда дождь взаимодействует со скалами, химическая реакция, известная как выветривание, превращает атмосферный СО2 в карбонатные составляющие. Стоки суши смывают их в реки и моря, где они оседают в океанские отложения. При малом количестве воды и без океанов Венера не может удалять СО2 из атмосферы. Наоборот, с извержениями вулканов, добавляющими больше и больше СО2 в атмосферу, она все более оказывается в ловушке солнечного тепла с нарастающим парниковым эффектом. Венера так горяча, что жидкая вода попросту не может сохраниться на ее поверхности. Похоже, что в верхних слоях атмосферы тоже. Виновата в этом Солнце. Наружные области его атмосферы, корона, состоят из плазмы, разогретой более чем до миллиона градусов по Цельсию. Из этой области Солнце испускает постоянный поток заряженных частиц, разлетающихся по всей Солнечной системе. Солнечный ветер достигает пика, когда случаются большие петлевые извержения на поверхности Солнца, именуемые корональными выбросами массы. Взрывная волна окатывает Венеру, а затем устремляется к Земле. Наша планета защищена от солнечных вспышек. Фонтаны горячей магмы поднимаются и падают в ядре Земли, когда оно вращается, генерируя магнитное поле, которое распространяется далеко в космос. Оно действует как щит, отклоняя солнечный ветер и заставляя его протекать мимо. Это защитный пузырь, которого нет у Венеры. Венера Экспресс обнаружила, что эти солнечные ветры постоянно срывают легкие молекулы водорода и кислорода. Они покидают планету с ночной стороны и солнечный бриз уносится в космос. Все это может быть из-за размера Венеры, составляющего 80% от размера Земли. Это препятствует образованию твердого железного ядра, а с ним поднимающихся и падающих фонтанов, генерирующих сильное магнитное поле. Также может быть и другая причина, как утверждает теория о ранней истории планеты. Юная Венера столкнулась с одним или несколькими объектами размером с планету. Сила этих ударов замедлила ее вращение и развернула в обратную сторону. Снижая шансы на появление магнитного поля. Эта теория может иметь удивительное отношение к собственной истории Земли. Ученые считают, что Солнце не всегда было таким жарким, какое оно сейчас. Фактически, несколько миллиардов лет назад оно было достаточно холодным, что Земля должна была быть замерзшей. поскольку такого не было, это известно как парадокс слабого молодого Солнца. Спасение Земли могло вполне быть связано с участью Венеры. Сущность в том, что Земля занимала орбиту ближе к Солнцу, позволяя улавливать больше тепла. притяжение двух меньших планет с нестабильными орбитами постепенно вытолкнуло их на нынешнюю орбиту. Пара в конце концов объединилась, образовав ту Венеру, которую мы знаем. Поскольку Венера сегодня мертва, это принесло удивительную пользу в поиске жизни. К моменту ее нынешнего прохождения между Землей и Солнцем астрономы достаточно подготовились. В далеких местах, где обзор был оптимальным, как на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Данные, полученные здесь, будут добавлены к собранным солнечными телескопами на Земле и в космосе. Целью большинства было увидеть зрелище, которое больше не повторится до 2117 года. А также поймать солнечный свет, проходящий через атмосферу Венеры. Сегодня космический телескоп Кеплер ищет планеты вокруг далеких звезд, обнаруживая снижение их яркости при прохождении планет перед ними. Телескопы в будущем, возможно, смогут анализировать свет самих планет. Если будут обнаружены такие элементы, как углерод или кислород, тогда эти миры вполне могут оказаться землеподобными. Венера служит контрольной точкой и некой ценной перспективой. Итак, что мы можем извлечь для себя из эволюции планеты Венера? Ибо здесь был мир Венера, стоящая, быть может, на пороге славного будущего. Но ее постигла неудача. Теперь мы можем только догадываться, что же могло случиться с планетой Сестрой Земли. Фильм озвучил Лорд 32X Далеко-далеко, скрыто в глубинах космоса. Планеты настолько удивительные, что их описания нет даже в научной фантастике. Впервые в истории ученые открывают чужие миры за пределами Солнечной системы. Пространство, где лед горячий, а дожди железные. Их нет на карте. Они загадочны незагадочны и непредсказуемы. Ученые стремятся к величайшему открытию. Найти спрятанные где-то среди неведомых миров планеты, похожие на нашу. «Чужие миры». 6 марта 2009 года. Идет финальная предполетная проверка ракеты-носителя «Дельта-2». Это начало чрезвычайно претенциозной миссии. Космическая обсерватория Кеплер охотится за подобными Земле-планетами в области, охватывающей 100 тысяч звезд. Это кульминация путешествия, которое началось более 10 лет назад с одного из самых серьезных научных открытий. В 1995 году швейцарский астроном Мишель Майор с группой ученых ведут обычное наблюдение за звездами в созвездии Пегаса, расположенном в 50-ти световых годах. Но приборы показывают нечто необычное. Одна звезда сильно качается и колеблется. Мы обнаружили, что скорость одной из этих звезд изменяется со временем. Что же обладает достаточной мощью, чтобы потревожить звезду размером с наше Солнце? Майор предлагает радикальный ответ. Планета. Но планет вокруг другой, похожей на Солнце звезды, раньше никто не видел. Сложность обнаружения планет близ других звезд состоит в том, что при обращении планеты вокруг ближайшей звезды она теряется из-за незначительности ее света в сиянии очень яркой звезды. Несмотря на сложности, Майор доверяет полученным данным и убежден, что колебания вызваны гравитационным притяжением обращающейся планеты. Я очень скептично отнесся к этому заявлению Мишеля Майора. Было множество ложных заявлений об обнаружении первой планеты близ другой звезды, и я подумал, о боже, опять. Я решил понаблюдать за звездой в течение четырех ночей подряд и был поражен. Звезда колебалась именно так, как говорил Мишель Майор. Мишель Майор и его коллега Дидье Килотс объявляют о своем открытии. Оно потрясает научное сообщество. Впервые в истории они нашли повторимое подтверждаемое доказательство существования планеты, обращающейся вокруг похожей на Солнце Звезды. Официально звезда названа 51 Пегаса Б, а неофициально Белерафонт в честь греческого героя, укротившего крылатого коня Пегаса. Эта планета ломает всеустой. Пылающий свет звезды обжигает Белерафонт. его температура примерно 1800 градусов Фаренгейта, почти 1000 градусов по Цельсию. Редактор субтитров Продолжение следует... 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 Хаббл обнаружил на удивление много базовых химических элементов, необходимых для жизни Натрий, углерод, водород и кислород Но, насколько нам известно, на Осирисе слишком жарко для жизни Однако могут существовать и другие формы жизни, которые процветают в условиях высоких температур Но на горячем Юпитере нет известных нам твердых поверхностей Поэтому эти формы жизни были бы не просто летающими в аэрозоле крошечными маленькими микробами На Земле есть живые организмы, летающие в атмосфере Но эта форма жизни зародилась не в атмосфере Поэтому почти наверняка жизнь на горячих Юпитерах не существует После открытия Беллерафонта в 1995 году астрономы обнаружили множество горячих Юпитеров Однако условия в этих мирах исключают их из списка мест, где может разыграться драма жизни Но один из этих газовых гигантов — это планета, которая ставит под сомнение законы эволюции Астроном Джефф Марси обнаружил нечто шокирующее в планете, обращающейся вокруг звезды с названием 16 Лебедя-Бе в созвездии Лебедя, расположенном примерно в 70 световых годах Было очевидно, что орбиты планеты вытянуты, и планета то приближается, то удаляется от звезды И, конечно, это шло вразрез с нашими ожиданиями, основанными на знаниях о нашей Солнечной системе где все планеты обращаются вокруг Солнца по практически круглым орбитам, похожим на музыкальные дорожки на пластинке Как гигантская игрушка Йо-Йо в космосе, этот газовый гигант носится туда-сюда по своей Солнечной системе Как если бы Земля каждый год проносилась 25 миллионов миль, а это более 40 миллионов километров, в сторону Солнца, а затем оставляя позади Марс за Юпитер Как и все газовые гиганты в нашей Солнечной системе, эту планету Йо-Йо, вероятно, сопровождает свиты из спутников Марси предполагает, что один из этих спутников может быть похож на Землю Здесь начинается самое интересное Представьте, каменистый спутник с озерами, океанами, а может быть, ручьями и водопадами на поверхности Спутник на орбите этой планеты, и вместе они обращаются вокруг своей звезды В отличие от околоземной Луны, на которой нет атмосферы, этот спутник представляет собой мир крайних сезонных изменений На Земле смена времен года происходит из-за наклона планеты Здесь из-за вытянутой орбиты Бедные планеты на вытянутых эллиптических орбитах подвергаются ужасным климатическим изменениям в течение года При максимальном сближении звезда обжигает планету Йо-Йо и спутник Начинается лето Мощные бури сотрясают атмосферу землеподобного спутника Земные ураганы пятой категории всего лишь крошечные воронки по сравнению с формирующимися там чудовищными водоворотами Вода испаряется и уплотняются облака Температура сильно повышается Вода или газ нагреваются, а океаны буквально выкипают И получается большая паровая баня В разгар лета весь спутник тлеет при температуре более 400 градусов по Цельсию Это максимальное сближение со звездой Оборот вокруг Солнца планета совершает за 26 месяцев А лето длится всего два месяца Но какое-то время года Планета со своим спутником направляется в сторону от звезды Температура падает до умеренного и комфортного для нас уровня С наступлением осени на испепеленный и выжженный спутник возвращаются дожди Сухие океанические бассейны наполняются водой Уровень моря поднимается И формируются новые береговые линии Планета Йо-Йо и ее спутник Впадают в глубокую зимнюю заморозку И наступает царство покоя Теперь более чем в 320 миллионах километров от звезды Небо не светлеет даже днем Температуры колеблются около отметки в минус 160 градусов по Цельсию Океаны замерзают, а полярные ледяные шапки зажимают поверхность спутника в кольцо многокилометровой толщины Долгая зима длится 17 месяцев С приходом весны в небе несчастного спутника Солнце принимает угрожающие размеры Льды начинают трескаться и бурно таять Громады айсбергов срываются в быстро поднимающиеся воды штормового океана В эти два бесценных коротких периода Во время весеннего потепления и осенних дождей Климат этого землеподобного спутника становится приятным и комфортным На расстоянии в 150 миллионов километров от звезды Примерно равном расстоянию между Землей и Солнцем Эллиптическая орбита этой планеты и ее спутника пересекает зону около звезды Которую ученые называют зоной обитаемости Здесь самые подходящие условия для жизни Слишком близко к звезде становится слишком жарко При удалении на слишком большое расстояние слишком холодно Все покрывается льдом А точно в середине оптимальные условия У каждой звезды есть зона обитаемости Местоположение этой зоны зависит от размера и температуры звезды В нашей Солнечной системе внутренняя граница отмечена Венерой А на внешней находится Марс Земля с ее многообразием жизни расположена точно посередине Планета Йо-Йо проходит через зону обитаемости два раза в год Три с половиной месяца весной, когда мчится внутри системы И затем три с половиной месяца осенью, возвращаясь в холодные районы космоса Возможно ли жизнь в условиях вне зоны обитаемости? Возможно, формы жизни достаточно сообразительные, чтобы впадать в спячку, как делают зимой земные животные Если это кажется фантастикой, то расскажу о приливно-отливных зонах на Земле В которых жизнь, конечно же, процветает у береговой линии, несмотря на приливы и отливы Восходящая вода покрывает многие живые организмы И при отступлении воды во время отлива эти виды прекрасно выживают В необычном цикле, созданном орбитой планеты Йо-Йо, на короткое время возникают условия, подходящие для жизни, а также для смерти Некоторые чужие планеты еще более причудливы Представьте мир, рядом с которым нет звезды Ученые предполагают, что в нашей галактике множество планет-бродяг, дрейфующих по темным дорожкам межзвездного пространства Осиротевшие миры — планеты, изгнанные из солнечных систем в хаосе планетарных перемещений Астрономы называют эти миры планемо Планемо — это планеты без звезды Они бесконечно дрейфуют по галактике Под воздействием какой мощной силы планета может вылететь из солнечной системы? Когда формируется молодая звезда и состав планет, многие из планет находятся в гравитационном взаимодействии друг с другом Они дергают друг друга, толкают друг друга, и одна из них вытесняется из солнечной системы Можно сказать, другие проголосовали за ее изгнание Если бы вы оказались неудачливым жителем планеты, вытолкнутой из-за столкновения или сильного сближения с другим крупным объектом То, вероятно, вы бы быстро переехали из зоны обитаемости В нашей галактике Млечный Путь Сотни миллиардов таких потерянных, заблудших, странствующих планет И ни одна звезда их не обогреет Никогда Холодные, темные и безмолвные У Планема нет солнца Поэтому в этом мире нет смены дней или лет Они бодрствуют в вечной ночи Планема – это одинокие скитальцы, стражи галактики Но тот факт, что Планема дрейфуют в космосе, не значит, что эти миры мертвы Планема – это каменистый мир, и на нем вполне может существовать жизнь Небольшой каменистый Планема без атмосферы покоится в чрезвычайном холоде Там намного холоднее, чем на нашем Южном полюсе в самый морозный день Но достаточно крупный Планема, на котором сохранилась атмосфера, удерживает тепло, образовавшееся при формировании планеты Элементарный парниковый эффект Глубоко из расплавленного ядра одинокой планеты поднимаются тепло и энергия Если Планема представляет собой газовый гигант, как Юпитер, то у него может быть система спутников Силы притяжения между Планемой и его спутниками создают трение Вследствие этого, в глубине, спутники сохраняют тепло На этих спутниках также может существовать жизнь Ведь на спутнике Юпитера Ио есть вулканы и большое количество тепла, производимого при взаимодействии с Юпитером и другими спутниками Если там существует жизнь, то это не сложные организмы, а одноклеточные, похожие на простые земные бактерии Без Солнца, обеспечивающего фотосинтез, эти крошечные организмы извлекают энергию из химических элементов в почве Планема или его спутника Подобные условия существуют и на Земле В глубине угольных шахт Южной Африки обнаружены колонии бактерий У них нет доступа к кислороду или свету Они выживают исключительно благодаря химическим элементам, которые извлекают из окружающей почвы У них чрезвычайно медленный метаболизм и размножаются они раз в тысячу лет Если на бессолнечном Планема и существует жизнь, то возможно это именно такие организмы, оказавшиеся в безвыходной ситуации, когда планета была молодой Если Планема дремлют безмятежным сном, то один из миров с начала времен раздирают хаотические изменения 2003 год Астрономы подтверждают существование в созвездии Скорпиона следа начала времен Большинство планет, обнаруженных вне нашей Солнечной системы, находятся в главном диске нашей галактики Однако этот мир расположен высоко над плоскостью Млечного Пути в скоплении около 10 тысяч самых первых звезд Планета Б-1620-26 больше известна под своим неофициальным именем, планета Мафусаила В честь самого старого человека, упоминаемого в Библии Причина, по которой эту планету назвали в честь Мафусаила, это возраст скопления, примерно 12 миллиардов лет По сравнению с древним Мафусаилом, Земля — это планетарный подросток Примерно за 8 миллиардов лет до формирования Земли Мафусаил был молодым газовым гигантом Вероятно, сотрясаемым бурями и окруженным свитой спутников Сменяются эры, ветры и бури слабеют и оставляют этот мир в покое Внезапно в небе появляются две звезды Это догорающие ядра давно погасших звезд, обитающих в скоплении В очень густом окружении шарового скопления звезды часто сталкиваются или опасно сближаются Одну звезду могут вытолкнуть, и появится другая В космическом танце гравитации, похожем на перемещение планет Одна из звезд была выдворена и заменена на родительскую звезду Мафусаила Теперь у планеты Мафусаил два Солнца По два рассвета и два заката в день Каждое облако и каждый объект отбрасывают две тени Со временем первая родительская звезда начинает расширяться Это признак ее гибели Она увеличивается и превращается в красного гиганта А затем достигает состояния нейтронной звезды Нейтронная звезда поглощает красного гиганта Сегодня Мафусаил — это мир, находящийся под стражей скелетов двух погасших звезд Оголенного ядра красного гиганта и его спутника, пульсирующей нейтронной звезды Мафусаил продолжает существовать Но несмотря на всю необычность прошлого Мафусаила Ничто не сравнится со странной аномалией пульсара Примерно в 980 световых годах от Земли в созвездии Девы Издалека пульсар выглядит как мерцающая звезда Но вблизи он обстреливает окружение очередями смертельной радиации Здесь не место планетам Но все же что-то нарушает четкость этого пульсара Одно из объяснений этой аномалии — наличие планеты Многие астрономы скептически относятся к существованию планет на орбите пульсаров Причина такого отношения в том, что пульсар формируется в невероятных размерах взрыве При взрыве красного гиганта из колоссального болида, именуемого сверхновой Выделяется столько энергии, сколько наше Солнце выделяет за все свое существование При появлении сверхновой возникает настолько колоссальная взрывная волна Что очень трудно представить планету, способную ее пережить Когда космическая пыль рассеивается, остается только разрушенное ядро красного гиганта Которое пульсирует в центре расширяющегося поля обломков Разбросанная колоссальным взрывом материя Стремится назад к пульсару и формирует диск В этом хаосе возникает новый мир, рожденный в пламени и разрушении Планетарные зомби, восставшие из обломков бывшего красного гиганта Поразительно, что в такой обстановке могут формироваться планеты На обращающейся вокруг пульсара планете возникнет чувство, будто вы на дискотеке с очень мощным стробоскопом, которым и является пульсар Необходимые для жизни молекулы разрушаются под действием излучения этого звездного монстра Мощные магнитные поля пульсара поворачиваются вместе с быстро вращающейся звездой При этом происходит захват вещества, электронов, протонов, их разгон и выброс на большой скорости Похоже на бушующий солнечный ветер Не могу представить, что на планете близ пульсара может существовать возможность появления и развития даже простых живых организмов, микробов В основном потому, что во время импульса вы будете в возбужденном состоянии А в остальное время абсолютно лишены энергии Обнаружение планеты пульсаров показывает, как в результате разрушения звезды формируются новые миры Неважно, где возникает планета, процесс ее рождения полон опасности Иногда разрушающие силы настолько мощные, что гибель мира наступает до его рождения 2007 год С помощью огромного телескопа обсерватории Джемини астрономы делают удивительное открытие в звездном скоплении Плеяд Примерно в 400 световых лет от Земли Звезда, известная только по своему номеру в каталоге, HD-235-14, окружена газополевым облаком в форме кольца Возраст звезды в центре этого кольца составляет примерно 100 миллионов лет Космический младенец по астрономическим понятиям Наше Солнце старше в 45 раз Здесь идеальные условия для формирования планет Но при спектральном анализе обнаружилось нечто странное Пыль растерта в порошок Обычно недавно родившаяся звезда окружена молодыми планетами Планеты формируются в протопланетарном газополевом диске И затем отправляются по своему орбитальному пути Не подозревая, что их орбита может быть слишком близка к орбите другой планеты Миллионы лет назад две исходные планеты на орбите HD-235-14 кружились в направлении гибели При сближении двух миров приливные силы изогнули обе сферические планеты в яйцеобразную форму Ничто не вечно Оба мира уничтожены Вокруг звезды HD-235-14 видны только пыль и обломки Есть одна новая планета Планета о существовании, которой мы раньше не знали Это не просто планета, а новый тип планет Земля на стероидах Мне нравится название «Суперземля» Они очень похожи на Землю, только их масса примерно в 10 раз превышает земную Одно семейство суперземель очень похоже на нашу Землю Континенты, океаны Некоторые могут быть очень сухими, как Марс Но есть еще одно семейство, к которому относятся водные миры, или планеты океаны Полностью покрытые водой Добро пожаловать на Глизе 581с Эту планету обнаружил Мишель Майор Вместе с двумя другими планетами она обращается вокруг очень маленькой звезды Она находится всего в 20 световых годах от нас, в созвездии весов И представляет собой самую маленькую, похожую на Землю планету Найденную вне Солнечной системы Однако это не значит, что Глизе 581с маленького размера Это суперземля Ее масса превышает массу нашей родной планеты в 5 раз Ученых воодушевляет возможность обнаружения воды в жидком состоянии На планете-океане чувствуешь себя, как в середине Тихого океана Земли не видно, только вода А в небе густые белые облака Ветра в мире океанов будут похожи на земные Очень подходящее место, чтобы выйти в плавание Идеальная погода Каждый день чистое голубое небо, а солнце держится на одном месте Как вам нравится такой прогноз? Земли нет нигде Даже глубоко под водой При таком большом количестве воды На дне океана Давление превышает миллион атмосфер И сжимает жидкие воды океана До состояния, которое называется Лед-7 Он не похож на лед из холодильника Лед в холодильнике состоит из в какой-то степени перемешанных молекул воды Но при формировании льда под очень высоким давлением Молекулы воды организуются, выстраиваются в линию Могу показать один кристалл Очень хороший аналог льда-7 Это галогенит Обыкновенно именуемый каменной солью Лед-7 может существовать и в нашей Солнечной системе У Европы одного из спутников Юпитера Может быть мантией с жидкой воды Окруженная толстой ледяной корой Давление коры настолько велико, что в глубине этих неизведанных морей Может существовать лед-7 При увеличении и оттаивании Европа может стать водным миром Схожим с Глизе-581С Можно представить, что в водном мире может зародиться жизнь Ведь вода – это основной элемент жизни на Земле Во всех местах на Земле, где есть вода, есть жизнь На Земле не найти стерильную каплю воды Только если самостоятельно не разогреть ее в микроволновке В этом водном мире могут быть бактерии или любые живые организмы в самом океане Однако не все суперземли – это водные миры, населенные жизнью Говоря о суперземле, мы рассматривали два основных семейства В основном каменистые с небольшим количеством воды И в основном водные с бескрайним океаном Но к ним следует добавить третье семейство Вероятно, очень редких суперземель и землеподобных планет Которые называются углеродными планетами Мы никогда не видели ничего похожего на углеродную планету Место с чужеродной химией, но наполненное земными сокровищами В нашей галактике есть бесплодные, скудные и неприспособленные для жизни планеты Но наука идет по следу нового типа планет Целого мира сокровищ В нашей Солнечной системе, в нашем Солнце и во всех близлежащих звездах Кислорода всегда больше, чем углерода Но представьте себе место во Вселенной, где углерода больше, чем кислорода Формирование планет может идти по совершенно другому пути Спектральный анализ показывает, что в 26 годах от нас, ближе к центру галактики Углерод встречается в гораздо больших объемах Формирующиеся там планеты могут содержать углерод в изобилии Утреннее небо в углеродном мире не будет чистым и голубым Я представляю себе желтую дымку и черные облака сажи А при снижении вглубь атмосферы можно представить озера из таких компонентов, как метан или бензин Я представляю себе бурлящие, отвратительно воняющие ямы с черной вязкой грязью, как нефтяные скважины В атмосфере нет или почти нет воды, и воздух состоит из углеродистых соединений Метан, бутан, пентан, бензол Все виды различных углеродистых соединений, отделяемых при очистке бензина В один день может идти бензоловый дождь, на следующий — бутановый Возможно, углеродные планеты кажутся чуждыми Но некоторым может показаться знакомым такое качество воздуха Воздух на планете, богатый бензолом, будет похож на воздух Лос-Анджелеса Множество частиц, образующих смог К сожалению, мы привыкли к этому из-за выхлопов машин Несмотря на загрязнение, углеродные планеты могут иметь сверкающую поверхность Возможно, там будут алмазы, так как там достаточно чистого углерода, из которого планета образовалась А при сжатии чистый углерод образует алмазы Тайны похожих экзотических планет ждут своего раскрытия по всей галактике Но астрономы не успокоятся, пока не найдут священный Грааль Планету, похожую на нашу, способную поддержать жизнь Другую Землю Меня всегда спрашивают, думаете, мы найдем другую такую планету, как Земля? И я отвечаю, безусловно У любой звезды могут быть планеты почти такого размера, как Земля Мы считаем, что, по сути, у каждой звезды Есть несколько планет земной массы или суперземной массы Поэтому, если в галактике 200 миллиардов звезд, то это может значить, что в ней 400 миллиардов планет вроде Земли или больше 400 миллиардов планет вроде Земли Космическая обсерватория Кеплер стала первым аппаратом, способным обнаружить одну из этих планет Кеплер направлен на созвездие Лебедя В ночное время на 100 тысяч звезд Он делает снимок за снимком, за снимком, минута за минутой Цель Кеплера проста Найти среди 100 тысяч затаенную звезду Когда звезда немного затенена, это значит, что перед ней проходит планета и блокирует часть света Потому, насколько времени затенена звезда и сколько света блокируется, ученые смогут судить о размере планеты и ее расстоянии от звезды Хорошим примером может служить поиск провала в свете от фонарика, когда через луч пролетает маленький мотылек Когда проходит планета, провал в свете действительно крошечный Это очень мощное оборудование Оно позволяет обнаружить планеты меньше Земли у звезд, похожих на Солнце Это оборудование изменяет направление, которым идет наука Мы считаем, что возможно, способны найти обитаемую планету в ближайшие несколько лет По прогнозам ученых, миссия Кеплер обнаружит минимум 50 чужих планет, похожих на Землю Вот один из больших вопросов, который стоит перед теми, кто ищет внеземную жизнь А что, если мы не узнаем жизнь, даже обнаружив ее? Условия на чужой Земле могут привести к другому развитию жизни Я надеюсь, что мы увидим такой знак, что волосы встанут дыбом Каким бы ни был этот знак, он станет первой главой самой великой научной повести Программа озвучена студией Арк-ТВ Текст читал Петр Табелевич Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok